Сергеево-Пасадские депутаты проинспектировали качество ремонтов. В этот раз прошлись по северному микрорайону. Например, побывали на улице Осипенко, где между домами 2 и 4 этим летом по заявке жителей было проведено комплексное благоустройство двора. Забор вот его поменяли. Площадку покрасили. Можно теперь хорошо ездить и не по кочкам. Можно устраивать даже гонки. И ты не будешь падать. Ребятня, конечно, обновленным двором довольна, но у их родителей оказалось немало нареканий к качеству работы. Как изменилось? В худшую или в лучшую сторону? Нет, безусловно, в лучшую сторону, конечно, изменилось. Появился у нас асфальт. Неизвестно, насколько долго он проживет. Но, как минимум, до зимы мы порадуемся ему. В целом, конечно, неплохо. Все неплохо. Появились бордюры, песок на детской площадке, хотя мы ожидали резиновое покрытие. Также депутаты встретились с жильцами третьего корпуса «Тысячника». Там недавно завершился ремонт подъездов. Комиссия отметила, управляющая компанией НКС, которая здесь выполняла работы в рамках губернаторской программы ремонта подъездов, показала хороший пример. Да и жильцы проявили участие. Приходилось постоянно ходить, им высказывать замечания самим рабочим, потому что они здесь в подъезде работали, и ходить в управляющую компанию. Но, в принципе, как бы, так как есть контакт со всеми, в результате, вот, если мы говорим, какие-то замечания, они переделываются совершенно спокойно, как бы, все нормально. Единственное, хочется обратиться к своим жителям, которые вот только что сделали ремонт, там пятна от ног, там от чего-то, от велосипедов. Просто обидно так. Это был просто хороший такой, достаточно хороший ремонт. И смотришь, прошло два месяца, как бы, вот, как, ну, покраска закончилась, и вот эта вот побелка всего, этого отделка, и уже вот везде вот пятна грязи. Программы ремонта подъездов и комплексного благоустройства дворов в посаде продолжаются. С заявками включения своих адресов на следующий год можно обратиться в администрацию или в Совет депутатов. Ирина Максимова, Михаил Кирсанов. Программа «События».